Расследования на настоящее уголовное дело были в отдельном производстве выделены материалы в отношении Семи Гулина. А именно, 12 января 2022 года в отношении Семи Гулина Линара Раевича возбуждено уголовное дело по честь 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса РФ. Проверяется следствие Семи Гулина Юлия с начальником Центра информационных технологий, связи и защиты информации Владимир Прескульпт-Тарстан. Т.е. должностным лицам, постоянно действующим, постоянно осуществляющим функции представителей власти в период с 27 ноября 2019 года по 9 декабря 2019 года, находясь на территории города Казань, с целью получать денежную вознаграждение, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, нарушения требований. По должностной конструкции начальника ЦИЦ СИЗИ МВД Республики Тарстан получила директор ООН по тестер Киену взятку в виде денег в размере 75 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий в пользу предсказателя, а именно за оказание содействия заключения, под которым Киену организации непосударственных контрактов на поступку систем радиосвязи для нужной МВД Республики Тарстан. Таким образом, Санегинцев совершил преступление, допустим, в честь 3290 уголовных владельцев Федерации. Кроме того, Санегинцев занимает аналогичную должность начальника ЦИЦ СИЗИ МВД Республики Тарстан, то есть является должностной дистанцией, осуществляющей функции представителей власти в период времени с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года, находясь на территории города Казань, с целью получения денежного вознаграждения, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы. В нарушении требований должностных инструкций начальника ЦИЦ СИЗИ МВД Республики Тарстан получила директора ОМФТ СТР Киену взят в виде денег в размере 100 тысяч рублей за совершение заведомых незаконных действий в пользу ведет к дателям именно за оказание содействия заключения с подконтрольным Киеном, организациями, государственным контрактом по ставку систем радиосвязи для нужной МВД Республики Тарстан. То есть, таким образом, также совершил преступление в присмотре в ч. 3 ст. 290. 12 января 2022 года в 4 часа в 55 минут по поздравлению совершения указанных преступлений в порядке предусмотрения ст. 9192 Уголовно-процессовный кодекс задержан Самигулин, длина Раимовича, 22.04.84 года рождения. 12 января Самигулина предъявлено обвинение в совершении преступлений в присмотре в ч. 3 ст. 290 ч. 3 ст. 290 Уголовно-кодекс Республики Тарстан. Допрошен в ходе подозреваемого обвинения Самигулин виновен к применению преступлений, признал частично. Причастность Самигулина к совершению вышеказанных преступлений подтверждается материалом уголовного дела, в частности показания свидетель Тахиатулина основа показания самого Самигулина данными в качестве подозреваемого обвинения и иным материалом уголовного дела. Самигулина обвиняет в совершении отяжки в преступлении, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на длительный срок. Поэтому у следствия имеется основания полагать, что, находясь на свободе, он может продолжить занимать преступной деятельностью. Кроме того, установлено, что Самигули've известны анкетные данные свидетелей, чаще из которых находятся во его непосредственном подчинении. В связи с прохождением службы в органах внутренних дел, Самигули've обладает по знаниям в сфере производства претендерственных мероприятий. То есть имеет достаточную информацию и возможность для оказания давления на свидетеля по уголовным делам. Вместе с тем установлено, что Самигулин имеет постоянно место жительства, в настоящее время активно сотрудничает со следствием и дает показания о своей причастности совершенного преступления. Таким образом, в следствии имеется основание в ходатайстве перед судом об избрании в отношении Самигулина меры пресечения в виде домашнего ареста. Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозряемого или обвиняемого при невозможности применения наиболее мягкого меры пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной и частичной изоляции от общества.